Привет-привет, мои хорошие! Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Дарья. И сегодня у нас будет такой мини-влог. Влог, плюс я вам покажу, что из последних новинок творческих я приобрела. Покупочки небольшие. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. И первое, что я вам хочу показать, что за последнее время я приобрела, это вот такой вот небольшой блокнотик с акварельной бумагой. Белые ночи на склейке листы А5 формата. Только что сделала этюдик, такие вот небольшие яблочки достала из холодильника. И в быстром акварельном темпе, за 10 минут примерно у меня ушло, сделала небольшой этюд данных яблочек. И вообще, хочу посоветовать каждому делать небольшие этюды. Потому что все равно я понимаю и сама так делаю, что в наш ритм жизни не всегда есть возможность ходить на пленеры и ставить большие постановки дома. То есть мы спасаемся фотографиями, но ни одна из фотографий не передаст вам 100% цвет и живописность, и окружение предмета, как ваш глаз. И поэтому нужно хотя бы вот такие этюдики делать, чтобы глазик наш тренировать, чтобы по живописности наши работы были сочнее и естественнее. Чтобы именно работы, которые вы создаете по фото, были грамотно написаны именно в плане живописи. Потому что в плане объема фото нам помогает. То есть мы там концентрируемся на контуре и нам легче сориентироваться. Но все равно минус в том, что именно прочувствовать объем предмета в окружающей среде нам фото полностью не дает. И все-таки этюдики нам помогают тренировать глазик. Поэтому для этюда не нужно много места. То есть берете белый лист бумаги, ставите предмет и его любым материалом, который вам удобен, делайте. Мне, например, удобно делать этюды акварелью, либо простым карандашом. Попробовала, кстати, эту бумажку только что. Как вы видите, сильно она цвет не съедает. На ней удобно делать размывку. То есть в плане качества мне бумажка очень понравилась. Белая ночь я пробовала впервые. И прежде чем вы начнете делать этюды, давайте я вам дам небольшие советы. Самое главное в этюде это правильно предметы скомпоновать. То есть когда вы хотите отрисовать предметы, поставить их на лист, то есть вы не ставите их дружненько в ряд, а все-таки небольшие хитрости и знания, которые у нас остались с веками, по композиции используйте. То есть первое это вообще окружение предметов. Не делайте его слишком большим, чтобы не казалось, что предмет какой-то маленький затерялся на этом листе. Как бусина упала, да, и слишком большое пространство давит на предмет. И наоборот, когда вы делаете слишком большой предмет, то на него давят границы листа и кажется, что вот его распирает, что ему тесно. Это тоже неверно. Ищем золотую середину, чтобы предметом не было тесно и не было слишком свободно. Еще что нужно учитывать, это центр листа, в моем случае он здесь, да, то есть если относительно центра смотреть, никакой предмет не должен прижиматься к центру, да, центр не должен делить вашу композицию ровно напополам, да. Что, например, у меня вот здесь яблоко на одном расстоянии от центра стоит, и на этом же расстоянии от центра стоит второе яблоко, да. То есть как в ряд, как ритм встали. Так делать не нужно, то есть ритм избегаем и центр избегаем. Его не должно быть в вашей работе. Также стараемся, чтобы предметы не стояли на одной линии, то есть всегда смотрите, чтобы все предметы стояли на разной линии. То есть даже если у вас куча яблок, стараемся, чтобы они стояли на разных линиях, хотя бы минимальное расхождение вот этой вот оси основы должно быть. Также обязательно смотрите на величины, то есть, во-первых, предметы не должны быть одинаковой ширины, одинаковой величины, потому что это смотрится, опять же, как орнамент, то есть добавляется какая-то симметрия, и глазу кажется работа слишком простой. Поэтому стараемся выбирать предметы и ставить предметы таким образом, чтобы они были слегка разной величины. И, конечно же, величины смотрим по краям нашей работы. То есть всегда сверху оставляем чуть больше места, чуть больше пространства, подчеркивая, что здесь у нас именно находится центр притяжения земли, так сказать. И вот все эти величины, например, у меня снизу малая величина, она не совпадает с верхней малой величиной. Да, и все отрезочки, все отрезочки, как вы видите, у меня разные. Да, например, здесь чуть меньше, здесь чуть больше. Всегда старайтесь вот этот вот дисбаланс в вашу работу добавлять, потому что как только появятся одинаковые величины, это будет смотреться слишком правильно, опять же, симметрично. Если симметрия, это орнамент, то орнамент это уже не изобразительное искусство, это уже ДПИ. Поэтому стараемся все-таки от орнамента уходить. И, конечно же, делать такие тюдики совсем непросто. Вот небольшие именно с точки зрения композиции нюансики вам сказала, надеюсь, будет полезно. Следующее, что я вам покажу, это аквакись. Вообще, эта аквакись просто у меня затмила по комментариям все видео. То есть, все спрашивали, откуда у меня эта аквакись и что такое аквакись. Аквакись это кисточка с ручкой, где находится вода. И фишка данной кисти в том, что когда вы нажимаете на ручку, из нее течет вода. И вы, так сказать, не привязаны к банке с водой. То есть, у вас постоянно влажная кисть, что удобно именно в акварели. Данные яблоки я написала именно с помощью этой кисти. Вообще, эта кисть мне понравилась больше не тем, что в ней вода. Я все равно ставлю стакан с водой и все равно даже этой кисточкой пишу с водой. Потому что не всегда удобно нажимать мне лично на данную ручку, когда именно я делаю более такие детальные проработки, нежели скетчи. Конечно, когда я рисовала скетчи, я вообще использовала воду только внутри данной кисти. Эта кисточка досталась мне в подарок от Doodle & Sketch. Обзор коробочки я делала на своем канале. То есть, ссылочку найдете в описании под видео, оставлю. И это была моя первая аквакись. До этого я рисовала просто белкой акварелью. И данную кисть не приобретала никогда. И даже не думала об ее приобретении зря. Потому что на самом деле штука очень удобная. И удобная она мне больше не тем, что в ней вода, а тем, какой у нее ворс и как вообще эта кисточка выглядит. То есть, данная кисточка мне позволяет написать работу полностью. То есть, работу я могу создать вот этой одной кисточкой за счет ее тонкого кончика и за счет толстого основания. То есть, белочка номер 3, конечно, тоже мне позволяет создать картину акварелью одной кистью. Но там минус в том, что она не держит столько воды, сколько вот здесь. То есть, данной кисточкой даже большие плоскости заливать удобно тем, что я могу поджимать. И, так сказать, воды она оставляет больше, чем белка. Это мне очень удобно. На последних воскресных рисовашках данной кистью я создала большую работу. Сейчас вам покажу. Вот так данная работа выглядит. То есть, все это создано с помощью вот этой вот аквакисти. И, так сказать, с удовольствием в течение трех часов с учениками данную работу написала. И получился такой интересный, иллюстративный вариант. Такой вот девушки в поле. И многим понравилось. И тоже многие вместе со мной ее повторили. Поэтому, на самом деле, штука удобная. И на своем опыте я это прочувствовала. И так как было много вопросов с данной кистью, расскажу про нее чуть подробнее. Именно как выбрать. Вообще, все лучше брать кисточку китайскую. Она не очень дорогая. И единственное, нужно выбрать размер кисти под вашу руку. То есть, есть SML. У меня вот это самый большой вариант. И я, на мой взгляд, это самый удобный. Вот, например, в магазине Dark Note. Ссылочку на данный магазин я оставлю под видео. Я заказала несколько предметов. И в том числе, еще одну аквакист. В таком виде выглядит разборная аквакист. Как вы видите, здесь емкость меньше. То есть, она поменьше. И у самой емкости есть крышечка, которую вы убираете, наливаете сюда воду. И закручиваете данную кисточку. Сразу скажу, что на мой вкус лучше бы была кисточка больше. Потому что в плане держать, именно для моей руки, мне удобнее данную кисточку. Потому что многие мне пишут, что я неправильно держу ни карандаш, ни ручку. Это все потому, что вязать я научилась раньше, чем писать. То есть, вязать я начала с 4 лет. А писать я начала в школе с 7. Ну, и в садике. То есть, чуть пораньше. То есть, наверное, почти с 6 лет. Но я думаю, не важно. То есть, изначально моя рука была создана для крючка и спиц. А потом уже я начала писать. Поэтому, когда я держу данную кисточку, именно в моем случае, мне удобен большой вариант. Если же, например, вы пишете классическое, держите ручку, то вам и маленький будет удобен. То есть, здесь смотрите по вашим ощущениям. И еще смотрите, что чем больше воды, тем больше вам ее хватит. То есть, тоже, если будете заказывать, если вам нужен более долгий вариант, то тоже возьмите себе размер побольше. Ну, и вообще по своей форме обтекаемо. И ее просто удобнее держать мне, чем вот данный вариант. Но данный вариант компактнее. И тоже, как вариант, буду использовать. Кстати, для моих подписчиков магазин до 25 ноября делает скидку 15%. Там кодовое слово DERIART в честь моего канала. Поэтому до 25 ноября вы можете много-много раз заказать. И с помощью данного кода DERIART получить 15% скидку. Думаю, это здорово, потому что все-таки художественный материал у нас не дешевый. И хотя бы небольшая скидка. Очень-очень приятно. Вообще, я любитель скидок. И думаю, вам тоже будет приятно. Поэтому смело переходите. Если вам что-то нужно, смотрите. И заказывайте. Вообще, в магазине много представлено товаров. Также у меня появился теперь блокнот с черной бумагой. Честно скажу, я еще ни разу не рисовала на черной бумаге. Вот мне пришел этот блокнотик. И буду только создавать первые свои зарисовки. Вообще рисую в классических скетчбуках с белой бумагой. Но начну с черной. Тоже интересно будет попробовать. И чтобы рисовать на данной бумаге, у меня появились специальные ручки, маркеры. То есть, вот это вот маркеры кисти. То есть, имеют кончик маркера. И по своему цвету они, как вы видите, имеют разные оттенки. То есть, тут салатовый, такой фиолетоватый, сиреневый, розовый, белый и серый. Тоже для того, чтобы создавать в данном альбоме зарисовки. Сделала сводчики данных маркеров и ручки. Как вы видите, белый немножко пишет прозрачно, но при высыхании белеет. Да, но все равно не такой укрывистый, как ручка. Да, ручка очень хорошо перекрывает черную бумагу. И сами маркеры, самый укрывистый, серебряный. То есть, он вообще полностью перекрывает. Также при высыхании становится плотнее. Самый неукрывистый, такой вот зелененький. То есть, он попрозрачнее остальных. Но тоже при повторном нанесении все отлично перекрывает. Поэтому маркерами и ручкой я тоже очень довольна. Еще раз повторюсь, что вот этот вот наборчик, такой вот блокнотик с черной бумагой. Кстати, с картиной одного из моего любимого художника, «Звездная ночь» Ван Гога. Очень красивое оформление. И такая вот так вот кисть. Я приобрела в магазине Dark Note. Еще раз скажу, что для моих подписчиков кодовое слово Derriart. И 15% скидка в данном магазине до 25 ноября. Поэтому смело переходите. То есть, пользоваться данной скидкой можно неоднократно. И, кстати, задают часто вопросы, где я приобретаю большинство своих художественных товаров. Онлайн я делаю заказы редко. В основном я все приобретаю в магазинах в моем городе. У нас два художественных салона. То есть, есть художественный салон и арт-салон. Так они и называются. В них я все и приобретаю. То есть, и данный планшет. Там же я приобрела еще себе скетчбук Кэнса А4 формата. То есть, в данном скетчбуке я делаю сейчас зарисовочки. Все данные зарисовки я выставляю в своем инстаграме. Не помню, показывала я вам этот скетчбук в покупках предыдущих или нет. Но качеством листов я довольна. Изначально я покупала маленький формат. Сейчас взяла себе формат побольше. Чтобы делать такие более графические, большие работы. И вообще, качеством данного скетчбука я очень довольна. И беру не первый раз. Еще раз повторюсь, фирма Кэнса. Вообще, фирма Кэнса одна из моих любимых фирм по производству бумаги. Конечно, бумажка там стоит намного дороже. Но на самом деле она стоит того. Также в художественном салоне я приобрела масляную краску. То есть, периодически хожу, докупаю цвета, которые у меня заканчиваются. Здесь я взяла два оттенка коричневого. Это марс коричневый и вантик коричневый. Они априори очень разные. И когда вы начинаете писать маслом, вы чувствуете, что, например, разные оттенки в том же самом коричневом дают разные замесы, разные эффекты на вашем полотне. Поэтому масляную краску я обновляю часто. Сейчас я в основном беру ладогу. То есть, она по цене дешевле мастер-класса. И если честно говорить, то если мне выдавить рядом, например, Cadmium желтый средний мастер-класс и Cadmium желтый средний ладоги, я не различу данную краску. Хоть и ладога имеет синтетические пигменты, так как она дешевле. Но по качеству ладога отличная краска. И именно в масле я приобретаю и предпочитаю именно только ладогу. Все остальные красочки, которые я пробовала, они у меня в ходу. У меня есть и Малевич, и Санет, и Гамма, и мастер-класс. То есть, все равно по качеству Невская палитра выделяется и всегда остается моим фаворитом. Также в художественном салоне я взяла себе кисточку. Вообще, я на протяжении уже всей своей творческой жизни, она у меня недолгая, начала я рисовать 17 лет, поступила на учителя изобразительного искусства. И сейчас мне 26 лет, я уже отучилась и продолжаю заниматься самообразованием и учу других людей рисовать. То есть, за этот период я ищу идеальную тонкую кисть. Сейчас моя идеальная тонкая кисть это Рублев синтетика под колонок номер 2. Но у Рублева сейчас вышли новые кисточки. Кисточки под Мангуста. То есть, очень интересно мне стало, я взяла номер 2, тонкую синтетику круглую под Мангуста. Попробую, может быть, потом как-нибудь в инстаграме напишу, что я думаю о данной кисточке. Пока, как вы видите, я ее не открывала и она еще ждет своего часа, когда Рублев у меня придет в негодность тонкая кисточка. К сожалению, как и у любой кисточки есть срок годности, особенно у тонкой. Поэтому я периодически их обновляю. Также, если продолжать тему масляной живописи, я взяла несколько себе холстов от третьего формата. На этот раз взяла санетовские холсты. Как вы видите, у них тиснение покрупнее, погрубее. В основном я беру холсты Малевича, потому что Малевичи очень гладкие и на них приятнее писать. Так как я не занимаюсь пастозной живописью, у меня все более проработанное и методом лессировки я все добавляю. Поэтому иногда данная текстура мне мешает. Но нашла вот такой вот холст, очень недорогой и тоже гладкий. Сразу скажу, по качеству он мне изначально не очень понравился, потому что он уже немножко растягивается. Но за счет того, что есть клинышки, думаю, проблемы не будет. Данный холст вообще был недорогой. То есть, тут нет никакой фирмы, просто написано холст на подрамнике. Попробую, не знаю, что у нас не получится. Получится ли подружиться, потому что, к сожалению, Малевич не всегда представлен в моих магазинах. И я беру разные холсты. Но Сонет тоже очень хороший холст, то есть он не растягивается. То есть, Сонет и Малевич это вот те холсты, которые я чаще всего беру. Также в художественном салоне я взяла себе карандашики Creta Color. Пастельные карандашики. Вообще, пастельные карандаши мои любимые именно данной фирмы. У меня есть еще Derwent, но они пожестче и по своим свойствам мне не очень нравятся. Вообще, как я рисую пастелью пастельными карандашами, я сделала... Вот во вторник вышло видео, где я создавала портрет. Данный портрет. То есть, этот портрет я создавала и этими карандашами в том числе. То есть, я уже ими успела порисовать и осталась, конечно же, довольна. Карандашки я покупаю поштучно, потому что наборы в наших магазинах представлены. И они стоят намного дороже, чем покупать поштучно те же карандашики. Поэтому я беру именно поштучно. Но тут надо ориентироваться именно по цене. То есть, смотреть в магазинах, сколько стоит набор и сколько стоит один карандашик. И высчитывать, как вам будет выгоднее. Так как пастельные карандаши, это покупка не дешевая. Поэтому я выбираю экономию и выбираю поштучно. И что я могу сказать новичкам? Если вы только начинаете рисовать пастелью и вы не знаете, какие карандашики взять, то изначально вам пригодится коричневый, черный и белый. То есть, у меня тут белого нет в этом наборе, который я взяла. Тут есть светло-светло-серый. То есть, коричневый, черный и белый – это основа, которая поможет вам в какой-то момент аккуратно высветлить белым карандашом, а коричневым и черным в какой-то момент затемнить аккуратненько и линией. Для того, чтобы прорабатывать вашу картину. То есть, это вот набор, с чего нужно начинать. А потом уже к этому набору, белый, черный, коричневый, вы докупаете остальные цвета. Потому что, когда вы начинаете рисовать пастелью, только когда вы ей начнете, вы почувствуете, какой вам цвет нужно докупить. То есть, я периодически, так как пастель не мой любимый материал, и я им постоянно не работаю, то есть, я очень-очень медленно докупаю свой набор пастельных карандашей. Но, как сказать, медленно, но верно это делаю. И продолжим тему пастели. Также я периодически всегда обновляю набор пастельной бумаги. Сейчас я взяла себе бумажку Лана. Так как Кенсона не было в магазине, вообще, если я выбираю пастельную бумагу, если есть Кенсон, то я всегда возьму Кенсон. Потому что, все-таки, Лана не такая идеальная, как мне бы хотелось. Но тоже неплохая. Предыдущий портрет, который вышел на моем канале, ускоренное видео, я именно делала на этой пастельной бумаге Лана. То есть, если сравнивать Кенсон и Лану, то в чем мне не нравится Лана, это в том, что на гладкой поверхности у Ланы есть движение по горизонтали. То есть, горизонтальные полоски. Если присматриваться в работу, которую вы создаете, то есть, я не знаю, видно, видит ли эта камера, но если присматриваться глазом, то вот эта полосатость задает движение работе. И поэтому пастель ложится не так идеально гладко, как на Кенсоне. То есть, это минус Ланы, который мне не нравится. То есть, если брать Кенсон, в данном случае это Кенсон, то она настолько гладкая, именно в плане растушевки, что пастель ложится намного-намного мягче, чем на Лане. Но из выбора, который есть у меня в магазине, если нет Кенсона, то я беру Лану. И также из последних приобретений, это настольный Мольберт. Вообще, поподробнее про него послушать и увидеть. Можно в видео, которое у меня вышло про Мольберт, и там я его показывала и рассказывала преимущества настольного Мольберта, нужен он вам или нет. Данный Мольберт заказала через ВКонтакте. Есть сайт, есть группа ВКонтакте. Тоже ссылочки оставлю под видео. Если кому интересно, заходите, смотрите. Мольбертом я довольна, пользуюсь им редко, честно скажу, потому что маленькие работы я рисую в основном в онлайне, а в онлайне я рисую на столе. И на этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, данный формат вам был интересен. То есть, так как покупок было немного, все-таки творческие материалы я не скупаю, как сумасшедшие. Их хватает надолго, я ими спокойно работаю. Но небольшие покупочки вам решила показать и немножко заодно с вами поболтать. В среду не вышло видео, потому что кто подписан на меня в соцсетях всевозможных, тот знает, что я болею, болеет мой кот. И так как кот у меня тоже член семьи, у нас тут целая эпопея с его лечением. Поэтому не смогла выложить и сделать вчера урок и разговорное видео выложить. Поэтому делаю это сегодня, в четверг. Но надеюсь, в этом нет ничего страшного. Все-таки мне нравится с вами болтать. И каждую неделю хотя бы по чуть-чуть с вами разговаривать тоже мне очень приятно. И приятно видеть обратную связь. Помните, что все комментарии я читаю из-за того, что моя основная работа – это обучение в онлайне. И я очень часто общаюсь с учениками. Я не могу отвечать на комментарии на YouTube, но я все их читаю. И если я вам не ответила, это не значит, что я не увидела. Всем большое спасибо за такую активность. Вообще количество подписчиков растет. Меня это очень радует. Вы большие молодцы, что рисуете, стараетесь. А те, кто делится своими работами в группе ВКонтакте, в Инстаграме, тоже вам огромное спасибо. Потому что вы прям моя отдушина и мое любимое занятие сейчас просматривать, что получается у вас по моим видеоурокам. И это на самом деле меня так вдохновляет и так меня заряжает энергией, что я прям как энергайзер постоянно что-то делаю, за что вам огромное спасибо. Давайте будем заканчивать данное видео. Еще раз вам спасибо. Если понравилось видео, поставьте лайк, напишите комментарий. Я обязательно прочту и учту и буду стараться для своего канала снимать больше, чаще. И конечно же, если у вас есть пожелания для будущих разговорных видео, то тоже напишите. Я все читаю, все учту и обязательно сниму, так как данный канал это мое общение с вами. И на самом деле у меня такая лояльная публика, такая благодарная публика, за что вообще вам еще раз огромное спасибо. Не устаю это повторять. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дериарт. Пока-пока.